Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Екатерина Платова. Добрый день! Вот что хочу сказать, Катя. Бывают такие люди в жизни, которые мелькают, как искорки. Вот жизнь, допустим, как мчащийся поезд, и такие вспышки в ночи, и встречи с людьми. Люди бывают очень интересные сами по себе, но ты никак не можешь с ними не пообщаться, пока не сядешь в одно купе, в одном поезде, и не проедешь с ним какое-то поприще до следующей остановки, кому куда надо. У нас сегодня с тобой такая остановка. Мы с тобой виделись в жизни, видел тебя на своих концертах, твои произведения видел в интернете, ел твои пряники, которые ты мне дарила. Но мы никогда с тобой не встречались так, чтобы поговорить просто по душам. Кто ты, о чем ты, чем дышишь, что делаешь. И вот как раз наша передача, наши задушевные разговоры здесь этому способствуют. Ну и я хотел бы, чтобы люди тоже посмотрели. Иной раз, знаешь, как бывает, ты находишь ответы, когда сам себя ищешь, и не находишь их. А вот стоит посмотреть какую-то передачу, или услышал песни, одну строчку хотя бы, или открыл книжку желательной Евангелии, и увидел там ответы для самого себя. Я думаю, что может быть кто-то, в чем может быть и суть нашей передачи, что кто-то может посмотреть передачи, и для себя откроет какое-то открытие для себя. Или духовное, или какое-то еще такое творческое. Передача у нас творческая, и наши передачи, они рождаются буквально. Я хочу рассказать о поэте, нашим русском, как его еще называют, петербургском сибиряке, Иване Степановиче Стримякове. Стримякове. Да. Ну а где-то слышала такое имя. А почему ты о себе не хочешь рассказать, а о Стримякове? Почему такая вот у тебя идея? Дело в том, что те песни, которые я несколько записала и выложила в интернет, это песни Ивана Степановича Стримякова. Его стихи и его музыка. Вот. Мне Господь сподобил, и я была знакома с ним лично, с его супругой. Он умер, да? Да, он уже умер, Царство ему Небесное. Три года. Три года Царство ему. Да, 6 октября 2017 года его не стало. Жалко, да. Да, он болел год перед этим, лежал. Уходит в последнюю осень поэты. Их не вернуть, заколоть и наставни. Шучук так пел. Да. Вот. И мы лет пять, наверное, последних Ивана Степановича, мы общались, дружили. Познакомились мы с ними на Псковщине. У меня был дом в деревне. Дновский район, деревня Михайлов-Погост. Да, я одно время очень хотела купить дом в деревне, чтобы мои дети имели возможность проводить там лето. Ну, потому что у меня у самой было такое же деревенское детство. Вот именно каждое лето мы выезжали. И однажды Иван Степанович с Галиной Николаевной приехали в нашу деревню, они сняли домик. Вот. И вот мы там с ними и познакомились. Ходили друг к другу в гости. Вот. Иван Степанович читал стихи, он таки устраивал вечера. Даже пел. А, Катя, скажи, а что тебя вот именно привлекло, зацепило, я не знаю, как-то? Почему именно такое внимание твое было именно к его стихам? Много же стихов у нас в жизни. Это то, что вот вы встретились и все? Ты увидела живого поэта? Его простота, его искренность. Вот это все очень так, да, согрело. А он верующий был человек? Можно сказать? Он не был воцерковлен, но я так думаю, что он был верующим. У него очень много стихов о храме, о вере. Да. Супруга его, Галина Николаевна, она, да, верующий человек, и она директор православной гимназии, горница. То есть около 30 лет назад она создала такую вот школу. Они там на... Здесь в Петербурге. Да, здесь в Петербурге. Они начинали, по-моему, первое их место, где школа располагалась, это был храм Серафима Саровского в Петергофе. А сейчас у них уже отдельное здание. Вот при монастыре Троица Сергиевой пустыни в Стрельне. Да. Вот им отдали отдельное здание, они там сделали ремонт, и вот с первого по одиннадцатый класс там учатся дети. За пару недель до того, как они приехали в нашу деревню, до нашего знакомства, я прочитала книжку священника Валентина Бирюкова «На земле мы только учимся жить». Да, знаю такую книжку. Она меня просто потрясла. Я была под таким впечатлением, я плакала, когда я ее читала, но там же невозможно было не плакать. Это же как их всех сослали в тайгу на верную гибель. То есть это вот огромное количество семей с маленькими детьми. В общем, я прочитала и была под таким сильным впечатлением. Приезжают Стремяковы, мы с ними знакомимся. И вот, значит, был день рождения моей дочки, все собрались. Приехала моя мама с города, с Питера, туда, значит, к нам в гости. Пришли Стремяковы, куча детей, все. У нас там был такой концертик. Мои дети просто тоже музыкой занимаются. И вот у нас там всегда мы возили с собой инструменты, чтобы они навыки не потеряли за лето. И другие дети, которые тоже приезжали в эту деревню, вот тоже с инструментами. А у меня дом был большой. И вот нам нравилось собираться у меня. И вот в день рождения, значит, дети сыграли свою программу, разошлись, все. И остались мы, взрослые, вот сидеть за столом. Ну и Иван Степанович как бы вот стал выступать, так скажем. И начало с того, что вот он стал рассказывать о себе, начиная с самого детства. И вот он начинает рассказывать, как его родители раскулачили в Алтае, сослали в Томскую область, в Тайгу. И вот начинает рассказывать все то, что я две недели назад прочитала у Валентины Бирюкова. То есть его родители вместе с Валентином Бирюковым вот этот весь путь прошли. Меня, конечно, тогда очень это все потрясло. Ну надо же, какое. Вот я сейчас вот из живого источника, да, вот из первых уст, эту же историю вот как бы услышала еще раз. Такая вот была. А можно как-то все проиллюстрировать? Я знаю, что какие-то видеозаписи еще какие-то есть, клипы. Ну вот на той же самой вот встрече нашей первой, да, вот тоже Иван Степанович пел старшую сестру. Моя мама первый раз слышала, естественно, эту песню. И она выскочила из-за стола, убежала в другую комнату и расплакалась. Потому что это такая, ну вот она почему-то вот эта песня, вот ее так тронула. Мама моя сама старшая, сестра из семи детей. И вот она как-то так. И Иван Степанович сказал, что да все плачут, когда слышат эту песню на концертах. Все плачут, это нормально. Так утешил ее. Куды, как река, катятся упрямо. Кто нас пожалеет, защитит сирот. Старшая сестра, ты теперь за маму, береги семейство, охраняй наш род. Ничего, что мы разбрелись по свету, и посеребрило время нам весом. Рады мы внимать твоему совету, старшая сестрица, нежный голосок. Рады мы внимать твоему совету, старшая сестрица, нежный голосок. Кто еще нас так встретит у ограды и по-матерински сердцу нас прижмет. Домик над рекой, счастье и отрада, тихая беседа, сладкая как мед. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Степанович умер. И ты хотелось бы, чтобы его творчество продолжало жить. Совершенно верно. Именно так, да. Как-то показывать его, где-то популяризировать, читать. А ты пробовала читать его стихи как-то? Ну, конечно, да. Где тебе удается их почитать? Нет. Где-то на публику. Публичные? Нет, нет. Вот у меня сборник. Ты просто берешь сборник? Да. У тебя там есть любимые стихи? Есть, да. Они отмечены все там былинками, травинками. Ну, вот тут, да. Несколько закладочек даже тут есть. Ага. Мне очень интересно. Я тоже пишу стихи. Я, конечно, себя поэтом не считаю. Просто такой у меня способ самовыражения в словах. Но для меня поэзия очень много значит. И когда я соприкасаюсь с большой поэзией, с серьезной поэзией, я трепещу сам, потому что мне поэзия от Бога. Вот так вот просто не возьмешь, не начнешь там вот соединять слова, что-то там получилось. Конструктор. Это должен Божий дар быть прежде всего. Да. Да? Согласна. Поэта-пророк. Да. А название этой книжки называется «Люди наши русские». Там, где ивы грустные встали у запрут, Люди наши русские на земле живут. Птицами, зверушками обнесли фасад, Яблоньками, грушками засадили сад. Избы свои тесные белят и метут, Совесть свою пестуют, честь свою блюдут. Трудятся, не ленятся, как во все века, Оттого и держатся Русь еще пока. Очень просто, светло, хорошо, легко. Ну да, вот у него все так. Он сам такой был очень простой. А прочитай еще какой-нибудь стихотворитель, который тебе очень нравится. Ну... Который очень-очень. Ну вот оно такое, оно тоже очень простое, Но оно мне очень, кажется, милым. Чем проще, тем лучше. Потому что оно про русскую деревню, То, что и я тоже очень люблю, Про русскую печку, на самом деле. Стихотворение такое, называется «Матушка-печка». Запела, заныло сердечко, Когда я ступил на порог. Привет тебе, матушка-печка, Тебя в своем сердце сберег. Бывало, за окнами вьюга Шептала молитву свою. А здесь мы, жалея друг друга, Сидели, как будто в раю. Скучали в сарае салазки, Молчали в хлеву петухи. Нам старший рассказывал сказки, Читал вдохновенно стихи. Вот здесь я в морозы Когда-то сидел при мерцании свеч. И здесь у клюки и у хвата Впитал нашу русскую речь. Еще тебя, матушка-печка, За что тебя нежно люблю? Однажды, катаясь по речке, Я с дуру влетел в полынью. Морозец в железную корку Одежку мою превратил. Мне дома устроили порку, Зато я на печь угодил. Она мои кости согрела, Шепнула «Родимый, не трусь!» И ласково что-то пропела Про нашу любимую Русь. Оттаяла разом сердечко, Простуда меня не взяла. Привет тебе, матушка-печка, Ты сказкою нашей была. Вот такое стихотворение. Можно посмотреть? Да, конечно. Поле. Человек идет странник. Поле ржи. И полный сборник стихов. Вот, а можно какую-нибудь Срочку прочитаю? Да, конечно. Наугадцы. Да, давайте. Снова жар птицы В лугах-то бунятся, Снова земная зовет благодать, Травы косить, да на сене валяться, Красную ягоду впрок собирать, Душу, как косу щербатую, правлю, И не жалею, чудила ничуть, Что закружила меня разнотравья И засосала по самую грудь. Ах, сенокос, за душевное дело, Медом пропахшие дали, тихи, А голова-то уже посидела, А сыновья-то уже женихи, Не потому ли упрямо и долго На ночь такая идет канитель, Все тарахтит, спать пора, Перепелка, врешь, Обрывает ее коростель. Потрясающе, потрясающе. Да. Очень легко читается И легко воспринимается и входит Это все русская душа, Чистая русская душа. Ну да, как-то Ивана Степановича спросили, А что вас вдохновляет больше всего в жизни? Он так посидел и сказал, Природа. Ее я люблю больше всего, Она меня вдохновляет всегда. Хотел бы я точно так же вдохновляться природой. Пытаешься себя вырвать на какие-то минуты, Погружаешься. И это очень сильно действует. Очень сильно. Ну, еще мы с Сашей Андреевым, С которым, с композитором, Который сделал все аранжировки. Почти все, кроме одной. Одна гармошечная, Это там мы с другим композитором делали. Вот мы с ним записали еще одну песню На стихи Ивана Степановича Стремякова. И мелодия тоже Ивана Степановича, Потому как это с его голоса. То есть я Саше выслала запись, Где Иван Степанович поет. И вот он сделал еще одну аранжировку. И с Серафимом Емельяненко, Диаконом Серафимом, Мы сняли еще такой вот клип на эту песню. Ну, чтобы как-то выложить там в контакты, В соцсети, чтобы показать. Понятно. Ну, и у нас есть возможность сегодня посмотреть. Есть возможность, да, посмотреть. Да, посмотрим. Давайте посмотрим. В душе простора не хватает. Она, как рыба на мели. Спешу туда, где пролетают над сельским полем Журавли. Здесь тоже пьют и нет порядка, и та же смертная тоска. Ну, а чего так сердцу сладко, а мысль покойна и легка. Ну, а чего так сердцу сладко, а мысль покойна и легка. Пускай тут грязь лежит по поясыка. На светлых заводях покоя светлей и чище небосвод. На светлых заводях покоя светлей и чище небосвод. Пускай болотная трясина связала ноги тополей. Святая суть, твоя Россия таится тут среди полей. В душе простора не хватает. Это тоже совершенно русское выражение. Русской душе не хватает простора. Хотя у нас этого простора... Это мы забиваем сейчас себя в города, в какие-то клетки бетонные. А какой-то простор России. Если взять вот так, как на этой книжке взять Ивана Стремякова, взять посох, взять суму и пойти по матушке Руси, вот это будет жизнь настоящая уже. И ты поймешь, что такое Бог, что такое люди, что такое Русь. Только так, наверное, можно понять. А так мы привязываемся. Спасибо тебе за то, что ты вообще этим занимаешься, за то, что у тебя душа русская, за то, что ты болеешь этим, за то, что ты переживаешь за творчество этого прекрасного русского поэта. Да. Вот. Молодец. Это... Ты делаешь то, что ты можешь делать, да? Угу. И то, что мне очень нравится, да. Нравится, да. А еще тебе нравится делать пряники. Да. Да? Угу. Ты сегодня принесла еще пряников кучу. Ну, давай начнем с этого. Это что? Это петушок. Да. Петушок. Рамбовский пряник. Что такое рамбовский? Рамбовский пряник. Рамбовский. Да. Чуть и не тамбовский. Ну, ароненбаум, рамбов. Ароненбаум. У нас в ароненбауме, как я люблю называть, не ломоносов, а ароненбаум, как есть, вот, местные называют рамбов, там у нас есть торговый комплекс рамбов, радиорамбов. Да. Поэтому я поняла, что раз я печатным пряником стала заниматься именно в ароненбауме, то быть ему рамбовским пряником. Вот так. А до этого я занималась именно расписными архангельскими козулями. Я имел удовольствие. Гитару. Гитару. Очень хорошо. Гитару делали, Белову еще делали, да? Алексей Белов. Ну да, Белову делала. Ну и мне. Гитару вам делала я, а Алексею Белову делала моя подруга. Я ее съел, признаюсь честно, я съел свою гитару подарочную. Не вытерпел. Ну да. Не вынесла душа поэта. Я съел ее. А Белов тоже в виде балалайки, да, делали? Нет, а ему делали электрогитару. Электрогитара. Электрогитара. Да. Делала моя подруга, которая, кстати, меня вот к пряникам и привела, да. Вот это ее мастерская. Они взялись выполнить такую. И твои пряники сейчас, ну, их разбирают же? Да, они продаются в соборе Архангела Михаила. Где? В Вороненбауме. В Вороненбауме. Да. И вот сейчас еще в храме Святой Троицы там тоже батюшка попросил привезти. Угу. Ну да, а так через интернет. Угу. То есть даже можешь зарабатывать, да, немножко копеечку? Что я и делаю. Молодец. Да. Обязательно. Ты все делаешь вот то, что тебе нравится. Да. Дорогие мои, вот я вам рекомендую так же поступать товарища, как Екатерина. Вот делать то, что ей нравится. И в итоге это все, ну, если этим заниматься с любовью, если этим заниматься честно, вот, то можно даже зарабатывать и даже прожить, наверное. На квартал хватает? Да, нормально. Нормально? Хорошо, да. Ну, ладно. Вот такая у нас получилась передача. Хоть и короткая, но очень емкая. Да. Да. Ну, мы и тебя узнали через, через твое отношение. Угу. Да? И о себе тебе, в общем-то, и не надо рассказывать, потому что, потому что вот твое отношение, оно говорится за тебя. Ждет Божьей тебе помощи. Надеюсь на более полноценную передачу в будущем. Когда-то ты уже запишешь свои альбомы, там, клипы. Вот. Если Бог даст. Может быть, даже полностью на стихи Ивана. Стремякова. А есть его у него в интернете, да, у Стремякова, если набрать? Иван Стремяков. Да, конечно, есть. Интересуйтесь поэзией Ивана Стремякова. Это русский настоящий поэт. Он жил вместе с нами. Мы его не видели. Вот. Но он есть. Вот. И он остался жить. Да. Да? В своих стихах. В своих стихах. Да. В Божьей всем помощи. В Божьем благословении и поклону. Да. От нас с Катей. Всем вам. В Божьем благословение. В Божьем благословение.